Мне очень интересно, что там происходит. Они мне не показывают. Это считается самый важный момент евреев в жизни. Ты просыпаешься по утрам или днём и думаешь, чего это хочется? Я думаю, я хочу сделать обрезание. Доброе утро. Сегодня я еду делать обрезание в Батьям. И... Честно говоря, пока что никаких переживаний я не испытываю. Больше радость, что этот день наконец-то настал. Когда я иду по улице, и он идёт по улице, никто не знает, кто из нас обрезанный и кто не обрезанный. Это чисто между ними и Всевышним. На самом деле, простой человек, которому ничего не мешает в жизни. Чего ему надо что-то обрезать от человеческого тела. Человеку ничего не болит. И человек приходит, заходит в операционную. Эта операция, это под местным наркозом, под общим наркозом. Это вещь, которая нематериальна. Это не всегда можно увидеть. Но очень часто это можно почувствовать. Это не пластическая операция по удалению крайней плоти. Это человек вступает в союз со Всевышнего. Всё, буду выбегать, а то Алекс меня возождётся. По дороге со всеми мы ведём беседы. Я объясняю немножко, на что человек идёт. Чтобы он настроился, чуть-чуть понял, кто такой Всевышний. Чем его едят. Мы с Алексом уже приближаемся к пункту назначения. Есть некий небольшой мандраж. Но я бы сказал, что я больше ощущаю эйфорию. Едем дальше. Едем дальше. Всё, ближе и ближе. Едем делать большую заповедь. Мы занимаемся это с 89-го года. В иудаизме имя даётся родителями, но не после родового, во время Бритмила. В твоём случае этого не было. Поэтому тебе самому нужно выбрать для себя еврейское имя. Ну, я давно его, честно говоря, ещё выбрал, когда ходил в общину в Москве. И моё еврейское имя будет Михоэль. Я всех спрашиваю, как вы пришли к конечному решению против Бритмила, помимо других вопросов. Разные есть ответы. Но все ответы ведут к одному. Чтобы чувствовалось какое-то еврейское отношение между мною, тем, кто приходит, и Всевышними. Я начал ходить в еврейскую общину в Москве. Меня поразил подход, то, как евреи преподают информацию. Я начал постоянно после работы ездить в еврейскую общину, узнавать всё больше и больше. Что нужно делать обрезание, евреи делают обрезание. У меня немножечко потеют ладошки, но я испытываю больше эйфорию. Знаете, как чувство влюблённости, когда бабочки в животе, когда скоро-скоро что-то произойдёт. Ой, последние секунды перед великим событием. Но, честно говоря, чуть-чуть я нервничаю. Вот вся вот эта обстановка. У меня ни разу в жизни не было операций. Не знаю, чем больше людей мне говорило, что мне это не нужно, тем больше мне хотелось это сделать. Но самые родные и близкие, мои родственники, моя девушка, все меня поддержали и сказали, что это хорошо. У меня так, правую руку или лоб обручили на грудь, голову приподними и опусти. Аминь. Аминь. Кишем, шених, наслебрит. Кени, конец литора, уле хупа, улемасимтови, мазальтов, ты послебрит. Все хорошо. Санна, как вы там вставили? Уже всё отрезали. Сейчас только косметика. Вообще ничего не чувствую. То, что тебе обещали, это карта. Они не соврали. Зуб удалять гораздо больнее. Душа светит через тело и это выражается на лицо. Ощущаю счастье. Я думаю, по-моему, лицо всё видно. И когда мы каждый раз видим это у каждого, который приходит к нам делать обрезания, мы сами довольны, хотя мы это видим постоянно. Но поскольку это божественность, у нас у самих вдохновение. Обрезания мы делаем бесплатно и для маленьких, и для взрослых. У нас есть две операционные, где мы делаем обрезания практически через день. Боухату Адыной, Клоривей, Солуис. Аминь. Аминь. Как ты живешь? Не ходи. Ты ходи? Молодец. У меня никогда не было такого, да я никогда не забуду. Это как? Мой новый день рождения или не знаю. Я буду его отвечать. Только что вот буквально мы с Алексом от Евталия от операции, от клиники, от Сев. И вот именно сейчас я почувствовал вот это, то, что я по-прежнему не могу передать словами. Но это что-то свыше. Я чувствую как будто бы свободу, не знаю, перерождение. Я не могу передать это словами, но это очень круто.